Друзья, всем доброе утро! У нас в студии глава нашего замечательного и любимого города Александр Владимирович Авдеев. Александр Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Александр Владимирович, во-первых, огромное вам спасибо, что вы нашли время. Я видел сам, как у вас сегодня кипит работа, этот летний период. Это просто что-то невообразимое. И плюс еще впереди у нас такая замечательная дата, круглая, большая, огромная и значимая для нашего города. Это 80-летие, которое мы отметим в конце августа. Традиционно очень хорошее настроение перед этим всем, потому что видим, как преобразился город. Преображается главная площадь, преображаются парки наши, скверы. В общем, есть о чем поговорить. И самый главный вопрос, наверное, чем для вас стал наш город Артем за эти годы и каким вы видите его будущее? Ну, я в городе Артеме прожил треть своей жизни. Поэтому, когда проживаешь треть своей жизни в таком городе, он становится для тебя родиной. И поэтому для меня город Артем – это моя родина, где я продолжаю работать. И хочу, чтобы наш город Артем процветал и был краше и лучше, и чтобы у нас было меньше проблем, а было больше радостей. Ну, это замечательно. У нас еще и автомобильное радио, следовательно, для наших автолюбителей сам это главный вопрос. Это наши дороги, но есть здесь, кстати, чему порадоваться, потому что видим, что дороги ремонтируются. Вот, кстати, даже надо сказать, что к нашей студии сегодня выросла прямая дорога, полностью заасфальтированная, широкая, красивая. И добираться до работы стало просто замечательно. Так вот, в Артеме активно ведутся сегодня работы по благоустройству города, по ремонту дорог, по асфальтированию. Как долго сегодня проработает эта программа и что еще планируете сделать? Ну, по поводу вашей дороги могу сразу сказать, что она чуть-чуть немножко недоработанная. То есть на следующий год мы рассматриваем возможность здесь параллельно сделать тротуар, чтобы люди ходили. Потому что дорога широкая, конечно, но при том, при всем мы думаем и о тех людях, которые ходят пешком, не только ездить на автомобилях. Это первое. Второе, значит, благодаря тому, что мы второй год уже участвуем в этой программе, значит, мы получили хорошее финансирование на дороге. И в этом году так же самое идем все по программе. И я могу сказать, что когда даже проезжаешь по улице вторая пятилетка, когда там выполняются дороги именно так, как они должны были построены, то просто, ну, понимаешь, что как водитель я ощущаю просто удовольствие, когда проезжаю по этим дорогам. Это все соответствует стандартам, это соответствует должно ГОСТам. То есть мы должны подходить к той жизни, которую мы заслужили и при которой мы должны жить. Вот. Поэтому и дальше основная проблема – это разгрузить центр от автомобиля. Разгружая центр, мы сохраняем в центре дороги. Вот. Поэтому мы сейчас, я постарался по программе вывести, есть возможность отвода дороги, съезда на центральные дороги, на краевые, да, где меньше светофоров, чтобы водители, понимая преимущества, может быть, это удлинение на километр, но это комфортная езда, поэтому водители уходят с центра города, тем самым разгружая центр города, есть возможность к хорошему движению автобусного транспорта, меньше пробок. И таким образом у нас получается, как бы, компенсация движения водителей. Ну, мне кажется, что водители это уже оценили. Автомобиль главы города, он особо никак не выделяется. У нас таких машин полно и в городе, и в крае. Так вот, скажем, можете вы сегодня сказать о том, что культура водительская повышается в нашем городе и вообще в регионе? Ну, культура... Потому что дороги это основа для культуры. Ну, наверное, да. В плане пешеходов, в плане, там, вообще грамотной езды и все прочее. Вы как автолюбитель. Ну, боимся так говорить, что для того, чтобы еще культура повысилась, надо понятие иметь и том, что все равно какая-то ответственность должна быть. Да, сейчас очень здорово, что когда гражданин, ну, житель города, там, вступает ногами на пешеходную дорожку, значит, мы останавливаемся, значит, и пропускаем пешеходов. Всякие случаи в жизни бывают. Вот я, честно говоря, месяц назад после такого тяжелого совещания просто был, думал о совещании, сам был за рулем и, честно говоря, нарушил правила движения. Это к своему стыду. Мужчина там так возмутился. Ну, я видел, я поздно увидел, что он находится на переходе. То есть, ну, бывает такое, тоже к этому надо подходить. Ну, как бы, потому что водители иногда загружены, бывают так, что, ну, и вот, наверное, поэтому у нас происходят и аварии там или еще что-то, да, потому что, ну, голова не только на дорогу смотрит, но еще о чем-то другом работает. Поэтому, конечно, ну, для этого как раз и нужны у нас сотрудники ГИБДД. К нам поступают уже сообщения от наших радиослушателей и, с вашего позволения, я зачитаю первое. Из них дороги это очень хорошо, но хотелось бы обратиться к главе города, как жить с жителем поселка Заводской, бороться с проблемой с мухами, которые летят с птицефабрики, отдел экологии, Роспотребнадзор не справляется с этой проблемой. Маштаг проблемы очень велик. Ну, это действительно такая проблема, потому что я сам с заводского и помню, как вот эти огромные трактора, кировцы, просто с бочками, ехали вдоль полей и все это сливали просто в кюветы рядом с полями. Поэтому мухи, ну, я думаю, что вот сколько существует, скажем так, такой способ выброса этого, этих вот штук, столько существует проблемы и с мухами. Ну, я могу сказать, что сейчас-то у нас на поля трактора не сливаются, а это раз. Во-вторых, первый этап, когда были проблемы с мухами, это вот в начале, мы обратились в Роспотребнадзор, были приняты определенные меры и было уничтожено, ну, были протравлены. И вот длительное время их как раз вот даже в теплое, в жаркое время мух, если заметили, в заводском как бы и не было. Это вот сейчас второй этап, который опять же к нам поступил сигнал, мы сейчас работаем и с предприятием, кто обязан устранять вот это вот явление. И, конечно, мы выходим на Роспотребнадзор, чтобы они привлекли внимание и как бы у нас есть договоренность, если они не справляются со своими полномочиями по уничтожению этих насекомых, то тогда мы привлекать начинаем их уже со стороны административных комиссий, со стороны там других органов. Поэтому, я думаю, сейчас опять такая же будет проведена работа, проведется, значит, потравка данных насекомых, и, я думаю, значительное количество их уменьшится. И не будем правильно в этом году, вот, надо отдать должное, что все-таки руководство птицефабрик занималось этим вопросом и, как бы, проводило дератизацию тех участков, где как раз распространяются и эти насекомые. А как сейчас, кстати, дела обстоят в птицефабрике? — Значит, я могу сказать вот по поводу того, что сейчас существует такое золотое правило, что администрация не имеет права вмешиваться ни в финансовую, ни в юридическую, ни территориальную деятельность любого предприятия. Ну, такой закон, он нам не позволяет заходить. То есть, для того, чтобы... А это предприятие особое. То есть, для того, чтобы туда попасть, надо заказать пропуск, там, пройти дератизацию, даже вот, когда приезжал губернатор. — Да-да-да, я помню, там есть специальные пункты. — Помнят, комплекс весь, когда проходили работу, чтобы ничего никак не занести. Зато туда могут заходить врачи ветеринарные, да, которые следят как раз за этими всеми вещами, да, краевые могут заходить. И поэтому мы обращаемся в те структуры, у которых есть свободный доступ на это предприятие, чтобы они смотрели за регламентом работы этого предприятия. Александр Владимирович, неспроста я задал такой вопрос. Дело все в том, что, ну, это мое личное мнение, что у нас сегодня очень большая плотность торговых центров и магазинов. Поэтому здесь идет меня, как человека, который застал и собственные производства города, когда город был лидером по сельскому хозяйству. Вот все-таки как сегодня можно поддерживать и развивать собственные производства, собственные предприятия? Вы знаете, те предприятия... Чтобы наш город не превратился в торговую базу. Ну, как вам сказать, для того, чтобы не превратился, а процветало собственное производство, ну, первое, это, наверное, улучшение технологий. То есть, удешевление товара. То есть, предприниматель должен рассматривать разные пути становления. Если это было раньше в государстве нашем, ну, вы, наверное, тоже захватили, когда было плановое ведение хозяйства, допустим, положено, допустим, там, 100 тысяч яйца выпустить. Ну, я так удрированно говорю вместе. Значит, вы повстали 100 тысяч, все, ушло в продажу. То есть, это было плановое. Сейчас, кто первый, у кого дешевле, у кого лучше, тот и заходит, тот и побеждает. И, конечно, плохо, когда на одном пятачке там находятся 15-10 магазинов, которые создают. А, вроде у одного пошло, он начинает получать прибыль. Все увидели, о, у него пошло. Раз, 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 рядом настроилось, да? Вот. Число жителей не увеличилось. Число покупателей не прибавилось. Все это разделилось. Оно все разделилось. А, получается, раньше был один продавец, там, ну, или два-три, да? А теперь их 10. Это та же самая зарплата, это 10 собственников, ну, и все остальное, да? Вот. И получается, что уже, как бы, тяжело. Вот. Ну, вот такой у нас бизнес. Неплановый, так будем говорить. Ну, вы хоть и новый глава города, но абсолютно не новый человек для нашего города, и в том числе и местной власти. Вот, у вас сегодня практически обновленный состав вашей команды заместителей, и чего вы от них требуете в первую очередь? Работы. Ну, работы, все работают? Нет. Можно принять по-разному подход к работе. Или подойти четко, когда ты не хочешь работать, и просто отписаться. Это один вопрос. И второй вопрос, когда можно выполнить поставленную задачу, и потом будет намного лучше. Вот я требую от своих подчиненных, чтобы была выполнена задача поставленная, но в рамках правового поля, не нарушая законодательство. Ну, и, наверное, один из вопросов, который сегодня также волнует многих жителей, это вопрос о недостроях. Я знаю, что работа вами ведется с застройщиками. Вот, кстати, недавно презентовали дом, который ввели в эксплуатацию благополучно, кстати, который был построен за достаточно такие малые сроки. Ну, там был просто, был сделан правильный подход к строительству. Ну, и в целом, вот сегодня, понятно дело, что очень много разговоров по этому поводу, что люди переживают, что потеряют деньги. Но я смотрю, что, в принципе, настрой в городе позитивный, и работа с застройщиками ведется. Вот на что опираетесь в первую очередь? Ну, в первую очередь надо отдать должное тому, что застройщик не стал объявлять себя банкротом. Хотя для простоты решения он мог себя объявить банкротом, и все бы стало бы колом. Просто это позволяет... Александр Владимирович, извините, перебью. Если вот вдруг смоделировать ситуацию, все, застройщик банкрот, и дом встал, кто его дальше будет достраивать? Если застройщик банкрот, вот, его объявляют несостоятельным, дом встал, то единственная будет возможность достроить дом, это опять пайщики, потому что они не дольщики. Разница должна быть все-таки. Почему? Потому что есть дольщики, и есть пайщики. Если бы это было долевое строительство, то там еще частичная возможность было участие государства, потому что там чего-то где-то как-то можно было припинить. Это все пайщики. 214-й федеральный закон. Да, да, да. Это все пайщики. Значит, единственный выход у них будет, это только дополнительно собирать финансирование, нанимать новую строительную компанию, и та строительная компания может достраивать. Я почему и говорю, что на сегодняшний день та компания, которая держит вот этот удар, с которой случились вот эти все неприятности, да, она не уходит с рынка, она достраивает дома, она пытается достроить то, что есть. Ну, не так быстро, но все-таки у нее начинает это получаться. Может быть, с тем, что зашли в эту компанию еще определенная группа людей, компания, которая решила тоже помочь городу Артема. Вот, поэтому у нас вот происходит сдача, и более-менее продвинулись строительства по Тихоокеанской, по Сахалинской. Значит, вот, сейчас мы рассматриваем вопрос по Рудничной, то есть, ну, вот мне, как главе города, приходится, ну, почти каждую неделю встречаться то по Рудничной с пайщиками, то по Лозо-15. Ну, по Тихоокеанской вроде люди успокоились, но самые первые были, это по улице Тихоокеанской, конечно, когда они приходили и говорили, вот шесть этажей, мы не видим начала, и мы не видим кацак, ну, уже вроде как. Ну, там хоть ситуация с сетями более-менее такая разрешимая. Вы знаете, и по Рудничной уже ситуация с сетями разрешимая, вот, и по Лозо с сетями разрешимая ситуация. Ну, то есть, везде надо дополнительное финансирование, то, которое не вложено на окончание строительства. Скоро зима, будете ли помогать восстанавливать крышу на Кооперативной 4 после пожара? Значит, я могу сказать, если бы была бы хоть какая-то малейшая возможность мне оказать им юридическую помощь, юридическую, финансовую помощь в правовом поле, естественно, я бы уже давно этим вопросом занялся. То есть, мы проработали разные варианты, мы обращались и в фонд, чтобы передвинуть ремонт этого дома, значит, получили отказ. Значит, поэтому вот у меня, как у главы города, да, мне иногда приходится очень много говорить «нет». Я не могу помочь никаким образом этим людям. Почему? Потому что нет правового поля, когда бы можно было бы использовать финансирование на помощь данных людей, которые потерпели вот такое большое, у которых такое большое несчастье. Еще вопрос от нашего радиослушателя. Что с запреткой? Будете ли производить там какие-либо работы? С запреткой. На сегодняшний день будут вестись работы в переводе из гидротехнического сооружения в обыкновенную дамбу. Вот. И это будет... Мы не собираемся уничтожать как, ну, как место где-то... Как природное достояние города. Как природное достояние, да. Вот. Но при том, при всем, первое, значит, это будет обыкновенная дамба. Естественно, у нее другие будут условия содержания. У нас бывают там тайфуны, там всякие, да. Вот в случае того, чтобы при возникновении таких техноенных катастроф, да, у нас вот этого и не получилось. Чтобы эту дамбу не размыло, не развалило. Поэтому уровень понизился, намного понизился, да. И вот этот уровень будет держаться. Реконструкцию гидротехнического сооружения, я тоже опять отвечу, что мне приходится говорить. Нет, не будет по одной простой причине. А цена вопроса только для реконструкции. Три года назад было 25 миллионов. Сейчас наверняка больше, я не пересчитываю. Вот. Ну и плюс еще потом придется содержать это гидротехническое сооружение целым штатом сотрудников. Поэтому мы переводим его из категории опасных в неопасные. Ну и на этом будет вот это просто небольшое озеро на территории Артемовского городского округа. Читаю сообщение. Здравствуйте, Александр Владимирович. Можно ли сделать лежачий полицейский по улице Панфилова, так как нет ни тропинки для людей, дети ходят в школу, приходится идти по дороге, машины едут на большой скорости, постоянно идешь в страхе, вдвоем невозможно идти, приходится останавливаться и пропускать машины из-за их скорости. Лежачий полицейский там просто необходим. Спасибо. Ну, совсем неправильно поставленный вопрос, ну, не совсем правильно поставленный вопрос. Там скорее нужен тротуар. Тротуар, а не лежачий полицейский. Поэтому давайте мы лучше посмотрим насчет тротуара. Возможно, почему? Потому что сейчас мы как раз формируем возможность ремонта дорог на 2019 год. И по тем данным, которые у меня сейчас есть, это чуть-чуть будет побольше, чем в этом году. Ну, я так надеюсь, который позволит нам более качественно и больше сделать дорог. Я записал ваш вопрос, вот, и мы, наверное, посмотрим все-таки на строительство тротуаров, а не лежачих полицейских. Радиослушательница Лидия задает вам вопрос, будут ли асфальтировать дороги в частном секторе, конкретно по улице Воснецова, пока что она заасфальтирована только наполовину. Значит, там, где раньше лежал асфальт, будем рассматривать вопросы. Почему? Потому что, ну, есть возможность там, где был асфальт, туда и его уложить. Там, где грунтовые дороги, да, мы рассматриваем вопрос. Это будет только за наши деньги, за наши деньги, которые муниципалитетам. Ну, если будет экономия, значит, тогда будем рассматривать. Хотя я могу сказать, что вот три этапа направления в городе, которые мы определяем на следующий год, это все-таки безопасные и качественные дороги, комфортное жилье, мы тоже туда финансированием входим. Это строительство, возможность строительства новой школы, уже проект у меня, вчера я получил проект на 825 мест. Вот, такие большие. Ну, и, естественно, ремонт содержания школ, большое, вот. Ну, а остаток уже останется, будем уже смотреть. Ну, я так полагаю, что сегодня достаточно, скажем так, не сладко приходится бюджету, который и так трещит, наверное, по швам, потому что денег все меньше и меньше стало поступать. Ну, будем так говорить, не будем так говорить, что в Артеме так уже сильно совсем плохо, сразу говорю. Ну, если было плохо, не было строительства, не было так хорошо. Да, да. Вот, поэтому в Артеме более-менее еще, по отношению с другими муниципальными образованиями, и вот там главам, конечно, приходится очень сложно. Почему? Потому что у них, помимо того, что так денег нет, у них еще и кредитерская задолженность, вот, слава богу, у нас в Артеме ее нету, поэтому у нас как по кредиторке-то более-менее нормально. А вот им приходится в этих ситуациях работать, поэтому будем стараться, чтобы у нас бюджет города еще больше увеличился. Друзья, продолжаем разговор с главой города. У нас поступают вопросы, и вопросы поступают Анжела. Будет ли в нашем городе дворец бракосочетания, то есть ЗАГСа мало нынешнего. Он очень мал для Артема. Да и работники по несколько человек в кабинетах, не говоря уже о гостях, которые томятся в маленьком зале. Это говорит о том, что любят у нас свадьбы-то, любят жениться. Ну, могу так сказать. Еще с предыдущим главой Владимиром Михайловичем Новиком мы рассматривали вопрос строительства нового ЗАГСа. Обращались, опять же, в краевую администрацию о субсидировании. То есть сам город очень сложно построить, потому что денег не столько много, чтобы построить ЗАГС. Мы рассматривали возможность и покупки тогда еще. Но финансирование нам не дали. Поэтому, естественно, мы постоянно работаем. И в случае, если пойдет у нас возможность получения финансирования субъекта федерации, то, бишь, с края, то, естественно, мы войдем своим долевым участием. Естественно, я за то, чтобы построить новый ЗАГС. Такой макет нового ЗАГСа существует в архитектуре. Вот, очень красивый. Ну, надеемся, что, может быть, пойдут навстречу и мы все-таки построим. Я все-таки хотел вспомнить, 10 лет назад, для меня была огромная честь выйти на сцену Взрослого парка. Мы тогда создавали фильм к 70-летию города, была написана песня. И в тот год на сцене Взрослого парка пел Александр Барыкин. Это было чудесно. И до сих пор мы его с большим уважением и с теплой памятью вспоминаем. И каким будет нынешний праздник? Может, готовите какие сюрпризы? Ну, мы попытались что-то предпринять. Но могу сказать, что тут двоякое ощущение. Двоякое ощущение в чем? Что хороший исполнитель, который мы все знаем на слуху, он стоит 4,5 миллиона. Вот его проект. То есть мы сделали мониторинг. Тот, который был бы, ну, вот, как Александр Барыкин, допустим. Тогда он нам дешевле стоил. Поэтому по мере... У нас, кстати, очень много своих хороших исполнителей. По мере. Вот я к этому и подвожу. То есть по мере наших финансовых возможностей, чтобы было и комфортно жителям встретить наш праздник, и было хорошо. И в то же время, чтобы это было не накладно на бюджет. Вот. Такое, может быть, неправильно, но не накладно, чтобы было на бюджет. Вот. Мы постараемся сделать, чтобы люди почувствовали все-таки праздник. Салют будет хороший. Это я обещаю. Ну, салют у нас каждый год просто идеальный. Александр Владимирович, спасибо огромное за интересную беседу. Друзья, это был прямой эфир с Александром Авдеевым, главой нашего любимого города. Всех с наступающим праздником. Слушайте Авторадио. Автор субтитров А.Семкин